Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». И, как вы понимаете, наша жизнь, она очень имеет большое значение в глазах того, который призвал нас на территорию своей судьбы. И поэтому, когда он задавал Бог вопрос Адаму, то имелось в виду, где ты по отношению своего призвания, где ты по отношению своего Творца и где ты по отношению своего выбора. Но сейчас я хочу дать направленность нашим ближайшим программам. Это вопрос того, как мы относимся к обучению. Ведь обучаться можно, как задавая вопросы, так и отвечая на них. И часто мы думаем, что учитель – это тот, кто задает вопросы, а я должен найти на них ответ, если я ученик в каком-то классе. То на самом деле научиться задавать вопросы самому – это очень важный этап нашей жизни. Так вот, можно обучаться не менее эффективно, если мы научимся задавать вопросы. И сейчас я хотела бы некоторые из них уже для вас озвучить. Так вот, первый вопрос. Какое единственное решение я могу принять, если наверняка буду знать о его успехе? Есть ли такие решения уже в твоем арсенале, чтобы узнать их конец до начала? Когда ты точно знаешь, что если ты будешь, допустим, жить в порядке, то это приведет твою семью к успеху. Когда ты будешь иметь план на каждый день и его обговаривать, допустим, со своей женой или с мужем заранее. И это обязательно даст успех, мира, понимание, насколько ты готов такие решения принимать. Посмотрите, этот вопрос, он реально позволит обнаружить сферу или область беспорядка и внести туда порядок. Что единственное, что я могу сделать, но это изменит мой распорядок дня или изменит результат, изменит климат. Наверняка, друзья, есть такие сегодня зоны, сферы, которые вы реально можете изменить через то, что будете выносить туда такой здравый смысл вопросов. Что я могу единственное сделать? Почему единственное? Потому что нам не надо сразу разбрасываться на множество. Если каждый день ты будешь задавать этот вопрос, а что сегодня единственное я могу сделать, к имеющемуся тому, что ты уже сделал в прошлый раз или в прошлый день, то каждый день ты будешь шаг за шагом приближаться к преображению. Тогда, когда люди думают, что если я чего-то глобального не сделал, то тогда и жизнь, она не может глобально измениться. А на самом деле все начинается с первого шага. И с первого шага в правильном направлении. И поэтому, если такие шаги, небольшие, маленькие, но ты будешь делать каждый день, в результате глобально изменится твое мышление, возникнут новые привычки, изменится то, что раньше ты годами не мог изменить, атмосферу во взаимоотношениях. Допустим, что единственное я могу сделать, что точно принесет успех? Допустим, сказать доброе слово с утра кому-то или написать какую-то записку благословения своих детей, если ты рано уходишь на работу. Сказать слова любви тому, кто рядом с тобой, и, может быть, тебе кажется, и так люди должны знать, что я их люблю. Но если ты это будешь делать каждый день и точно знать, что это приносит успех, А ведь кто может сегодня не быть уверенным в этом, что доброе слово, слово любви, оно не будет созидать отношения? Конечно, но почему тогда мы их редко произносим? Почему их мало считаем важными? Поэтому я, может быть, буквально пару подсказок вам сделала, но приглашаю вас в творческий путь. Обнаружить то одно дело, которое вы точно будете знать, что оно будет увенчано успехом, если вы будете его делать. И, конечно же, его на практике сделать. И это реально изменит вас, как личность, сделать более целостной, более понимающей, что я сам ответственен за атмосферу, в которой живу, я сам ответственен за те результаты, тех трудов, которые я имею, насколько я выполняю обещания, которые даю, либо поручения, которые мне дают, и в этом я стабильно хорош и преображаюсь. То есть это все, друзья, казалось бы, мелкие вещи, но кто не считает важным малое, тот мало-помалу приходит в упадок. А если мы считаем важным малое, то мало-помалу мы поднимаемся на гору, и тогда природа зайца меняется на природу серны, а потом и даже льва, потому что мы овладеваем своими территориями. Итак, друзья, мы подошли к финишу этой программы, и я хочу вместе с вами совершить молитву. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты тот, который учишь нас принимать решения, Ты тот, который обучаешь нас слышать Твой голос и не останавливаться. И я благодарю Тебя, что и сегодня мы хотим принимать те единственные решения, но которые точно нас приведут к успеху. Помоги каждому это сделать в начале дня и в завершении увидеть результат. Благодарю Тебя, что Ты даешь нам и силу из Твоих источников на принятие таких решений. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, всего доброго. Я Вас благословляю на правильные решения, на единственно правильные и результативные. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»